Давайте разберемся, как получить СССР сертификат. Как я говорил в прошлый раз, сертификат это публичный ключ, который, как правило, содержит цифровую подпись удостоверяющего центра. Если клиентское программное обеспечение, например, браузер, доверяет этому центру, то оно доверяет и сертификату. Если же клиентское ПО не доверяет сертификату, адмена ждет много головной боли с пользователями, так как всякие браузеры и почтовые клиенты выводят ошибки и всячески отпугивают пользователей в целях защиты от банальной атаки по перехвату трафика. Если вам для какого-либо одного или всех ваших сервисов нужен сертификат, в первую очередь следует определиться с пользователями. Следует учитывать, что сертификаты обычно выдаются на полное доменное имя, а не на IP-адрес, вследствие чего, даже с наличием сертификата, если подключается не по тому имени или IP, клиентское ПО выдаст ошибку. И хотя есть возможность получить сертификат на публичный адрес, используется это в редких случаях. Если это какая-то админка какого-нибудь сервиса, который пользуетесь только вы и другой администратор, то можете просто забить на этот сертификат и добавить его в исключение своего браузера. Если вам нужен простенький сертификат, который будет пускать пользователей на сайт, позволять им пользоваться почтой без всяких ошибок, при этом никаких онлайн оплат на сайте нет, то вам сойдет самый простой сертификат, подтвердающий домен. Вы можете этот сертификат купить, самый дешевый стоит от 8 долларов в год, при этом есть цены в 200 долларов и выше. Такие цены обусловлены страховкой, то есть в случае какой-либо проблемы, вызванной сертификатом, центр сертификации обязывается выплатить вам немалые деньги. Есть сотни сайтов, которые продают SL-сертификаты. Самые популярные из них это DigiCert, Commoda, Semantec. Кстати о последнем. Когда-то Марк Шаттлворд, когда еще был одним из мейнтейнеров Debian, открыл свой центр сертификации у себя в гараже, и затем продал его за сотни миллионов долларов компании Verisign. За счет этих денег и появилась компания Canonical, и дистрибутив Ubuntu получил такую популярность. А Verisign, относительно недавно, продавал центр сертификации Semantec. Еще один вариант сертификат от Let's Encrypt. Он абсолютно бесплатный, его легко получить, но он без каких-либо гарантий и страховок. Такой сертификат дается сроком на 3 месяца, но его легко обновлять. Чтобы получить такой сертификат, нам нужен сторонний клиент, который работает по протоколу ACMA. Сам Let's Encrypt рекомендует использовать CertBot. Принцип работы довольно простой. Если у вас есть веб-сайт по домену, на который нужен сертификат, он создает в корневой директории этого сайта файл, затем посылает запрос на сервер Let's Encrypt. На сервере срабатывает скрипт, который пытается подключиться по указанному доменному адресу и найти на веб-сервере этот файл. Если он находит, то сервер подписывает сертификат и выдает клиенту. Клиент может даже в некоторых случаях настроить полученный сертификат на веб-сервере. Если у вас нет веб-сервера, то CertBot может поднять время на свой. Для получения вайлдкарт-сертификата, то есть одного сертификата, который подходит под все субдомены, требуется создать DNS-запись. И тогда сервер Let's Encrypt попытается по этой DNS-записи подтвердить то, что вы владеете всеми субдоменами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Второй тип сертификатов – сертификаты, удостоверяющие компании и домен. Такие сертификаты обычно нужны средним компаниям для подтверждения принадлежности их сервисов указанной компании. Они стоят дороже, чем сертификаты, подтвердающие только домен. Но зато в сертификате указывается имя организации, что может быть требованием для каких-нибудь юридических клиентов, да и страховка побольше. Для локальных сервисов можно использовать самоподписанный сертификат. Такой сертификат проще самому сгенерировать, но он подойдет в основном только в тех случаях, когда вы администрируете все компьютеры, которые будут пользоваться нужным вам сервисом. Тогда вы можете загрузить на все компьютеры сертификат своего локального центра сертификации, и компьютер будет доверять всем сертификатам, которые вы выпишите в дальнейшем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok